Из Дагестана в Северную Осетию благотворительный фонд «Инсан» оказал гуманитарную помощь жителям Братской Республики. Сизы и продовольствия на сумму порядка 4 миллионов рублей были доставлены представителями фонда «Сегодня». Подробности смотрите в следующем сюжете. Преодолев путь с длиной 265 километров, представители фонда «Инсан» на месте, в Северной Осетии. Внутри огромные фуры, защитные костюмы, маски и другие сизы для врачей. А также более 25 тонн продуктовой помощи. Такую поддержку во Владикавказе высоко оценили. Я бы хотел поблагодарить фонд «Инсан», хотел поблагодарить муфти Республики Дагестан. Мы не сомневались в нашем братском отношении, в нашей братской помощи. Но исходя из того, как сегодня тяжело в Дагестане, эта помощь, я считаю, что она многократно дороже, что при всей этой ситуации они не забывают своих братьев. Ситуация в Северной Осетии не критическая, но кризис и трудные времена из-за пандемии коронавируса застали многих врасплох. Зачастую за чертой бедности оказываются простые люди, поэтому любая поддержка для них сегодня – на вес золота. Дагестан всегда был рядом с нами. Это наша братская республика. Братский Дагестан оказал помощь и большое им спасибо за то, что они в такой сложный момент оказались рядом, хотя у них у самих очень сложная ситуация. За время пандемии благотворительный фонд активно снабжает продуктами первой необходимости нуждающихся дагестанцев. Но помощь необходима сейчас и другим регионам страны, поэтому в Дагестане обратили внимание на происходящее за пределами республики. Пройти мимо проблем соседей было нельзя, отмечает руководство фонда. Сегодня мы привезли примерно 25 тонн продуктовой помощи для распределения среди населения и средства индивидуальной защиты для врачей на общую сумму около 4 миллионов рублей. Нам помогает обычный народ. Обычный народ, который всегда не остается в стороне на призыв о помощи. Это не только Дагестан, это вся Россия. Это уже второй выезд представителей Инсана в соседней республике с целью оказания благотворительной помощи в связи с пандемией коронавируса. До этого сотрудники фонда посетили Карачаево-Черкесскую республику и также помогли братскому народу. Хадижа Курбанова, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Владикавказ.